На сегодняшний день попытка создать некое безликое мультикультурное сообщество, она в общем терпит фиаско. И в Европе, слава богу, все страны, независимо от того, большие они или маленькие, они все больше и больше цепляются за свои корни, за свои национальные интересы и так далее. Я полагаю, что Евросоюз создавался на волне евроэйфории, когда оказалось, что объединив институты, валюту, решаются практически все проблемы. Но оказалось, что идеалы Евросоюза разделяются, может быть, политиками, но далеко не гражданами. Конечно, когда он формировался, состав стран, которые они пригласили, я думаю, у них уже вызывает вопрос, если бы объединились Великобритания, Франция, Германия, то есть крепкие, Швейцария, Финляндия, крепкие. Вообще Испания же считается одной из самых бедных стран в Евросоюзе. Я ожидал увидеть бедность и нищету, и могу сказать, что я ничего особенного этого не увидел. Будет какой-то, возможно, кризис, но я не думаю, что будут какие-то большие проблемы, потому что всем входящий в состав Евросоюз, я не думаю, что это будет выгодно. Евросоюз все-таки по ментальному, культурному, интеллектуальному и цивилизационному уровню, он на два поколения опережает то, что есть сейчас в России примерно. Сегодня от частичной утраты суверенитета европейские государства не получают экономическую выгоду, а наоборот, они терпят серьезные убытки. Перед лицом мира нужно сохранять Европейский Союз ребятам, но я думаю, какие-то вещи придется все-таки менять в сторону больше самостоятельности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова